Позвольте в двух словах подвести итог такой, да, тому, что здесь говорилось. Такое, то, что называется take home message, да, то, что, может быть, вы возьмете с собой. Вот смотрите, если мы берем профиль пациента, опять то, что мы говорили, все то же самое. Мужчина, 65 лет, четвертая стадия, наличие бравмутации, ЭКОП-1, ЛДГ в пределах полутора норм, единичный метастаз, кожа, печень, легкие, голова, но единичный. Симптомов заболеваний нет. Все-таки, на чем сейчас вы остановите свой выбор? Можно попросить вас взять еще раз пульты, и с учетом того, что мы вели вас к мысли о том, что давайте начнем, может быть, может быть, с иммунотерапией, может быть, иногда скомбинированной. Давайте посмотрим, в такой ситуации, еще раз говорю, да, мужчина 65 лет, наличие бравмутации, при этом единичное образование в кожу, печень, легкий и головной мозг, но без симптомов. Как вы думаете? Если нам включат голосование, тоже будет здорово. Нажимайте на кнопочку. Сказали? Не работаю. Открыто голосование. Ну, видимо, это, да, какие-то технические у нас сложности с голосованием. Тогда приведу... Я надеюсь, что пока, может быть, что-то наладит с голосованием, я тогда продолжу. Если мы посмотрим, то у нас есть вариант действительно назначить иммунотерапию. Да, есть вариант назначить комбинированную иммунотерапию. Но если мы подумаем, единичный метастаз в кожу, что может быть в этом всем я упустила при разговоре? А вдруг это вот так единичный метастаз в кожу выглядит? Да, наверное, это один из моментов, который... Наталья Владимировна, нужно было сначала картинку показать. А я специально ввела к тому, что, может быть, еще один критерий мы возьмем для того, чтобы обсудить. Поэтому ЭКО, КЛТГ, поражение органов, без сомнения. Количество пораженных органов, ну, конечно, конечно, то, что у нас видит. Но, возможно, объем, объем еще заболевания, которые иногда будут колоссальны. Хотя это вот это все пациенты с единичным органом пораженным, только кожа. Да, назначим мы здесь иммунотерапию, ну, вот, может быть, здесь все-таки таргеты. Поэтому объем опухолевой массы, да, то, что еще стоит с собой взять на вооружение. Псевдопрогрессирование. Как поступать? Как нам решить, есть псевдопрогрессирование или нет? Варианты. Молодая пациентка, 37 лет, первая линия антипедиадинтерапии, бродку, пульмонально увеличенные лимфоозлы. Еще одна молодая пациентка, опять же, антипедиадин, большой симптомный конгломерат в подмышечной области. Еще пациент, 53 года, мужчина на пятой линии, иммунотерапия, антипедиадин, множественные медостазы в легкие. И вот, смотрите, всем дали антипедиадин. И что мы видим? Ну, вот, например, первый случай у пациентки, явное увеличение в два раза бронхопульмональных лимфоузлов. При этом рентгенологи нам говорят, что на фоне неизмененной паранхемы легких мы видим, вот они стали сомневаться, пульмонит или, возможно, не исключает и канцерматоз легких. Возможно. Но вот так и говорят. Вот мы тогда возьмем делать, что хотите. Вариант? Вариант. Реальная практика. Как еще бывает на фоне уменьшающегося симптомного, с снижением симптомов конгломератов подмышечной области, мы видим на фоне неизмененной паранхемы печени абсолютно новые очаги. Ну, здесь, может быть, чуть плохо видно, но новые не было. То есть в первом случае увеличились то, что были, во втором случае появились. Как еще бывает стабильная картина в легких, но на непораженном органе, в данной ситуации это надпочечник, мы видим абсолютно новый тоже очаг. Что вы предлагаете сделать в этом случае? То есть вы видите первое прогрессирование, если мы берем критерий рецист 1.1, не айрецист, и добавлю, все эти пациенты не ухудшаются соматически. То есть вот они как ходили спокойно к нам, так и сейчас ходят. Ваше предложение. Можно продолжить всем антипедиадин-терапию. Да, есть у вас пульты? Давайте проверим, все-таки техническая служба наладила у нас голосование. Может быть, вы скажете, что вот если новый очаг, ну, наладили голосование, спасибо. Возможно, новые очаги, это действительно довод. Да, все бросить, а повод оставить только если увеличились. Или, возможно, для вас это. Я думаю, что раз у нас прервались, я вам, конечно, скажу, что мое предложение, наверное, продолжить, если не ухудшается общее состояние. Ну, вот решили... Наталья Владимировна, наверное, нам нужно завершать. Давайте я завершу тем, что мы, конечно, продолжили, да, но иногда, как вот в последнем случае, мы видим действительно продолженный рост очага. И на стабильном состоянии, если мы два раза подряд видим ухудшение, да, то есть прогрессирование, вот здесь, наверное, стоит уже поменять терапию. Это то, о чем я говорю, то есть начали иммунотерапию, продолжайте ее, если состояние пациента стабильное. Я тогда не буду дальше уже продолжать, у меня есть еще несколько примеров. Поэтому спасибо большое, что вы здесь все пришли. Спасибо большое коллективу докладчиков и председателей этой сессии. Передаю вам слово. Спасибо, Наталья Владимировна, спасибо. Спасибо.